слава богу слава богу за этот воскресный день и конечно воскресенье это особое время когда мы можем собраться вместе по домам и слово божье где двое или трое собраны во имя мое там господь посреди нас будет и хотя сегодня какие-то времена может непонятные нам и необычные для нас но все таки церковь божья живет церковь божья дышит церковь божья нам как тело христово продолжает свою божью работу и по обыкновению своему мы собрались сегодня и для того чтобы прославить бога и для того чтобы прочитать и слова божьего и слава богу за такую возможность когда есть интернет и мы можем быть в гостях друг у друга и вот прямо сейчас я хочу поблагодарить пастора дмитрия за предоставленную мне честь и также передать привет от всех нас святых здесь дивных из города томска и сибири огромный горячий сибирский пламенный привет тем кто живет в лондоне тем кто живет там в туманном альбионе и а у нас здесь зима уже у нас снег и слава богу что мы можем общаться и я хотел бы прежде чем проповедовать хотел бы коротко помолиться вместе с вами этой молитвой дорогой отец небесный благодарю тебя за эту возможность проповедовать твое слово божье моим братьям и сестрам делиться из своего сердца а также благодарю за эту возможность когда мы можем не переезжая никуда не делая перелеты на самолетах мы можем иметь общение друг с другом я верю господь что когда мы имеем это общение то кровь твоя кровь сына твоего господь она омывает нас от всякого греха и господь пусть твое слово она будет касаться каждого сердца кто сегодня слушает меня и также кто будет смотреть записи пусть слово божье она будет живо и действенно и она не возвратиться тщетным но исполнит то для чего посылаем его во имя иисуса христа любим тебя господь благословляем церковь твою и благодарим тебя за братство и за твою любовь в иисусе христе аминь есть народ божий скажет аминь 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 и сегодня я хотел бы поразмышлять на такую тему как я часто задаю себе вопрос зачем мы живем для чего мы живем какая цель у нас и каждый человек наверное тоже самое он задает вопрос рано или поздно с какой-то периодичностью а для чего я живу для чего я родился зачем я здесь на этой земле и что мне делать человек когда находит какую-то работу по сердце он немножко успокаивается он имеет радость и потом снова при каких-то трудностях при каких-то жизненных ситуациях он снова возвращается к тому же извечному вопросу для чего он родился зачем он живет если он что-то делает то он спрашивает себя а кому это вообще надо это или не может быть никому не надо и есть два таких в жизни есть два таких важных дня в нашей жизни ну есть их конечно больше но сегодня я хочу поговорить о двух о двух важных днях нашей жизни первый день это когда мы с вами родились каждое свое время каждый свой год кому-то сейчас 50 кому-то 70 кому-то 38 кому-то 12 возможно и каждый родился в свое время это очень важный день почему его отмечают в паспорте его отвечают вот на каких-то других документах день твоего рождения день твоего рождения и знаете то же самое есть вот второй день день нашей смерти слава богу что мы не знаем этот день я думаю что если бы мы знали этот день у нас была бы депрессия но господь дает жизнь продлевает и дает но у каждого есть и второй день великий когда он умрет когда он предстанет пред господом когда его сердце перестанет биться его жизненный путь на этой земле прекратится это тоже важный день не случайно наверное вот на таких монументах которые называются памятники и я знаю что в лондоне таких памятников много когда мы идем по районам города когда мы находимся в каких-то церквях где есть рядом церковное кладбище мы видим эти даты мы видим дата рождения и дата смерти знаете и думаешь что такое жизнь вообще а жизнь это вот там маленькая черточка между этими двумя датами вот эта жизнь она как бы как пар библия говорит как пар просто появляется и снова исчезает жизнь это как пар который просто незаметно проходит и я думаю что те кому уже за 50 они меня понимают сейчас потому что кому 20 сейчас или 30 лет за те я думаю что они даже не думают об этом и даже не понимает потому что когда мне было 20 лет я об этом не думал я об этом не понимал когда какие-то взрослые люди размышляли на эту тему но все-таки бог определил нам вот этот жизненный отрезок и и слово божье говорит что но вот 70 лет господь определил там вот как хочешь там при всей нашей медицине при всей нашей какой-то прогрессах все равно среднее среднестатистическое все равно 70 лет конечно я понимаю что люди живут и 80 и кто-то даже 90 лет но в основном в среднем до 70 лет происходит жизнь и я думаю что в таких странах как великобритания как америка при всей медицине при все все равно среднее если посмотреть на статистику все равно средней продолжительной жизни это 70 лет ну возможно у женщин чуть побольше может быть 73 если посмотреть статистику в других странах она ниже где-то чуть больше где-то чуть меньше я однажды был в китае и был на острове хайнань такой есть остров так там собраны самое большое количество долгожителей кому за сто лет уже их очень много там но это исключение исправил скорее всего чем просто вот ну как само собой разумеющиеся поэтому если кто не верит посмотрите статистику и вы поймете так интересно что бог он своем слове сказал что дам 70 лет при крепости больше знаете и и мы видим при всей опять же повторюсь медицине при всей какой-то прогрессах люди в космос летают открывают чего-то а жизнь остается вот на таком уровне и я хочу сегодня поговорить о нашей жизни зачем я это все говорю конечно же я хочу поговорить именно об этом и так есть две даты которые важны для человека это дата нашего рождения и конечно же дата нашего ухода из этой жизни но есть также еще одно важный день важный день нашей жизни это когда человек так скажем или когда я понимаю для чего я родился вот это это знаете это так же великая дата это также можно праздновать это можно праздновать эту дату и помнить всегда всегда приводить на память всегда возвращаться к этой дате это примерно то же самое что мы празднуем день рождения празднуем день рождения каждый год день своего рождения то же самое важная дата в нашей жизни когда я понял для чего я родился вот это еще это также важно потому что многие люди не думают ну ну для чего я родился ну родился да родился ну папа с мамой меня родили и все но знаешь возможно тебя не планировали родители но тебя запланировал бог возможно некоторые даже говорят что меня родители не хотели они сделали хотели аборт но что-то не получилось этот человек родился и знаете для чего вот этот вопрос оставшееся время мы с вами и поговорим для чего я родился и если кто еще не знает зачем он родился я молю бога чтобы он открыл вам это дал это откровение для чего мы родились потому что поняв для чего ты родился твоя жизнь изменится я уверяю тебя потому что ну если взять меня допустим или взять какого-то другого человека который понимает для чего он родился у него совершенно какие-то уверенность какие-то цели он знает для чего он родился он идет по этим он счастливый человек несмотря на какие-то трудности возможно там дождь или снег или нехватка финансов он знает для чего и зачем он родился так и вот вот этот вопрос я бы хотел бы чтобы за этот проповедь каждый из нас мы либо вспомнили для чего мы родились либо молились и получили откровение для чего я родился потому что на есть такое выражение вот у нас я думаю что вы также его помните что но нужно там построить дом посадить дерево и родить сына и ты вот будешь самый счастливый человек но я увидел это не так я при своей жизни лет так это в 30 я уже построил дом я я родил сына и посадил дерево но я был несчастный человек я не знал зачем я живу для чего я живу и знаете но однажды когда пришел христос мою жизнь и я примирился с ним и и вот этот день называется день такого возрождения день нового рождения или день духовного рождения и я понял бог не дал откровение бог не дал понимание я увидел в слове божьем это зачем я живу для чего я живу и это рождение свыше это рождение который я родился 21 год назад я помню и я также ну праздную этот день потому что он очень важный и вот и я не знаю помните ли вы это давайте я немножко паузу возьму такую на минуту на секунд 20-30 полминуты просто вспомните а когда ты родился духовно когда или когда ты получил откровение от бога а зачем ты на этой земле для чего ты пришел сюда знаете это удивительно это уникально когда ты вспоминаешь там эти первые шаги когда ты примирился со христом когда христос тебе говорил когда он показывал божью волю вот это очень важно прошел год два десять пятнадцать возможно у кого-то и двадцать девять и знаете сегодня мы забыли то для чего мы родились и сегодня мы самые несчастные люди вспомните когда мы были только примирившись богом только покаявшись мы были счастливые мы были радостные мы были просто такие замечательные казалось бы весь мир твой сам бог с тобой почему потому что внутри ты понимал внутри у тебя было это понимание откровения а вот вот для этого я родился вот для чего я рожден и когда таким образом мы шли неделю месяц полгода потом суета рутина потом семья дети пеленки работа снова семья снова пеленки и ты в этой суете в этой рабочей такой движухи ты позабыл то для чего ты родился и ты просто как-то вот ты работаешь чтобы есть а ешь чтобы работать и знаете это скучная жизнь мы теряем то призвание мы теряем тот огонь поэтому я молюсь сегодня чтобы ты вспомнил тот день когда ты получил откровение от бога и ты понимал для чего он тебя спас тебе сказали ты прочитал в библии ты понимал зачем ты живешь на этой земле и я хотел бы чтобы мы открыли с вами одно место это книга пророка исайя 43 глава книга исайя 43 здесь есть два замечательных стиха которые я хочу прочитать чтобы мы вместе с вами прочитали и продолжили дальше размышлять на эту тему 43 7 стих книга пророка исая 43 7 каждого братья и сестры кто сейчас меня слышит скажите каждого 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 кто называется моим именем кого я сотворил для славы моей образовал и устроил слова божье говорит что каждого кто называется моим именем я сотворил для славы моей то есть мы сотворены для славы его мы не просто рождены чтобы построить дом купить машину воспитать детей посадить дерево и потом умереть эти цели не для нас это цели сегодня для того мира для грешного мира они стараются они тянут лямку но мы сотворены слово божье утверждает пророк исайя авторитетный пророк он утверждает каждого кто называется именем бога каждого кто называется именем господа он будет я сотворил для славы моей то есть друзья братья и сестры просто очень просто если мы верим в иисуса христа если слово божье ведь если мы называемся его именем если мы христиане если мы таковы то библия говорит что бог сотворил нас для славы меня скажи меня скажи еще раз меня бог сотворил меня для его славы для его славы это первое знаешь когда я понял это когда я читаю библию и вижу давида вижу авраама вижу всех ветхозаветных героев сару и еще 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 когда я читаю новый завет вот эти ученики которые которые были рыбаками когда они получили откровение апостол павел который присоединился чуть позже когда они получили откровение что они сотворены для его славы что пётр или иоанн или яков вот эти сыны заведеева они ходили в синагогу скорее всего они они читали тору в детском садике их учили они были в этой религиозной среде но они не получили откровение что они сотворены для славы божией они просто там работали они ловили рыбу потом продавали ее потом рыба не ловилась потом у них были проблемы долги они не знали как выбраться из этого и вдруг идет господь заходит в лодку петра и говорит отплыви на глубину и начинает учить и вдруг пётр что-то увидел он будет господи я человек грешный и христос ему говорит не переживай пётр не переживай ты будешь ты будешь камнем ты будешь тем который прославит меня ты будешь тем кто будет прославлять меня ты будешь тем кому я дам ключи ты будешь тем кто получит откровение кто я и вот его жизнь изменилась он оставил эту лодку оставил эти сети и он пошел и он пошел проповедовать евангелие он пошел прославлять бога он вдруг что-то понял и знаете сегодня каждый из нас мы должны понять зачем я родился зачем кто ну что я христианин и что вот что мне от этого но если ты христианин если ты называешься его именем пророк исаи говорит что ты сотворен для его славы скажи аминь мы сотворены для его слава вот вот для чего и я уверяю вас братья и сестры когда мы получаем это откровение мы становимся самыми счастливыми людьми я не говорю сейчас что проблемы уйдут нужды уйдут внутри тебя придет бог внутри тебя придет это счастье внутри тебя будет этот энтузиазм что в переводе внутри бог вот этот энтузиазм получи откровение то что я рожден я сотворен богом я бог призвал меня для его славы и это первое второе есть еще один стих совсем рядом напротив 21 стих этой же самой главы книга пророка исаи 43 глава 21 стих здесь написано этот народ я образовал для себя и он будет возвещать славу мою опять то есть друзья этот народ просто представьте себе я создан для его славы но если я еще брат сестра еще те друзья которые сегодня сидят церкви или сидят смотрят в зуме и сегодня этот народ вот мы как его народ апостол исайя снова утверждает что бог образовал для себя чтобы возвещать славу мою друзья ничего не меняется если я один я сотворен для его славы чтобы прославлять бога если я с кем-то с братьями сестрами из группы людей то я тоже сотворен для того чтобы возвещать его славу мой простите так написано в слове божьем возвещать славу поэтому это важно понять и вот вот этот момент он он все меняет давайте мы еще вернемся в новый завет мы в верхнем завете немножко побыли но в новом завет это евангелие от иоанна многие могут сказать но что ты нам читаешь ветхий завет ну давай хотя бы новый покажи там что как давайте мы посмотрим на на новый завет мы знаем все евангелие от иоанна 17 глава я хочу показать вот молитву иисуса христа и также молитву павла обратите внимание 17 глава 4 стих я уверяю ну я не уверяю я уверен что все из вас читали эту главу все из вас это называется первосвященническая молитва молитва когда христос он молится богу давая как бы отчет отцу о проделанной работе очень скоро он пойдет на крест очень скоро он умрет за грехи всего на человечество очень скоро это будет и произойдет но иисус христос как бы подытоживают свое служение вот он очень много сделал если говорить сейчас то у нас не хватит времени он очень много сделал чего очень много куда ходил очень много говорил разных слов и вот в конце своего служения иисус молится простой молитвой первосвященнической принято называть богословами эту молитву и я не буду все читать вы можете ее прочитать всю повторить вспомнить но я хочу прочитать 4 стих иисус он говорит я прославил тебя на земле он молится своему отцу и он я прославил тебя на земле и дальше написано и совершил дело которое ты поручил мне исполнить и опять же повторюсь дальше еще 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 ты дал мне учеников я сохранил их кроме иуды который предал меня я передал им это видение я передал им слово и они приняли это слово и не только они но и другие примут от них и там очень очень много много всяких разных слов молитве но вот этот четвертый стих я хотел бы чтобы вы подчеркнули и увидели почему иисус был такой уверенный почему когда иисуса хотели оставить каким-то там мэром в городе каким-то царем там в деревне знаете почему он говорит я знаю для чего я пришел почему он такой уверенный был когда он стоял перед фарисеями когда он стоял перед римлянами когда он стоял перед пилатом прокурором рима почему он был такой уверенный да по той причине потому что он знал для чего родился иисус не просто знал когда он родился что он родился там и был там в хлеву родился и все он знал для чего он родился то же самое я уверен если мы с вами будем помнить и знать не только когда мы родились там кто-то в москве кто-то в подмосковье кто-то в сибири кто-то еще где-то там на украине и в других других местах если мы будем знать не просто когда и где мы родились но еще и для чего мы родились то я уверяю мы будем успешно мы будем как господь мы будем мы будем такими людьми как христос мы будем похожи на него потому что он говорит я прославил тебя на земле и совершил дело которое ты поручил мне исполнить так вот он опять же повторяет как будто цитируя пророка и сая вот те кто называются моим именем они сотворены для славы моей тот народ который я создал они сотворены чтобы прославить меня так же и господь говорит я прославил тебя на земле братья и сестры давайте мы будем прославлять христа на этой земле на этой лондонской земле этой сибирской земле на этой земле который господь сотворил когда мы идем наша цель только одна и единственное прославить бога на земле и христос я прославил тебя на земле все что мы не делаем все что мы не пускай не поступаем все что мы не говорим пусть это будет прославлять бога не просто какие-то наши болезни болячки проблемы но пусть все что мы делаем или говорим словом или делом это будет прославлять бога братья и сестры это наше призвание с вами аллилуйя мы призваны здесь на этой земле прославлять бога это петь в собрании это тоже славить бога петь дома на работе машине что-то делать во славу божью говорить прославляя бога просто мы призваны для этого и второй момент иисус говорит я совершил дело есть дело определенное дело которое бог предназначил нам исполнить вот этот момент нам нужно понять и нужно молиться за это а что за дело какое дело какое же дело нам нужно сделать я могу видеть в библии что наше дело просто благовествовать наше дело мы христиане вера иванки мы апостольская церковь апостольская церковь что она делала она шла и приносила плоды она шла и несла и благовествовала апостолы шли в разные страны города кто-то дошел до абхазии кто-то дошел до индии кто-то остался в риме как апостол петр они шли и благовествовали это их дело было это их дело были и сегодня мы как христиане мы первое мы забыли для чего мы рождены второе мы забыли то дело которое бог предназначил нам исполнить мы занимаемся своими делами у нас своих дел по горло мы приходим к иисусу и говорим иисус сделай наше дело а иисус говорит ты сделай мое ты возьми и сделай мое и знаете когда мы начинаем делать дела иисуса то я увидел что и в нашей жизни что-то меняется что-то изменяется в нашей жизни когда мы начинаем служить богу когда мы начинаем прославлять Бога на этой земле, когда мы начинаем делать то дело, которое Отец поручил тебе и мне. Апостол Павел говорит, что горе мне, если я не благовествую. Но мы приходим к Богу и снова задаем ему один и тот же вопрос в молитве. Помоги Христа ради, у меня там то, у меня там все, у меня пятое и десятое. А Христос говорит, помоги мне, сегодня так нуждается твой сосед. Сегодня так нуждается твой друг, приятель, просто вот этот прохожий, нуждается в Евангелии. Помоги мне, расскажи ему обо мне, помоги мне войти в его сердце. Вот это дело, которое нам нужно с вами делать, братья и сестры. Если мы это делаем и мы, скажем, в этом пребываем, то тогда мы не останемся без плода, как апостол Петр пишет в своем послании, в послании Петра. Мы не останемся без плода. И он говорит, так нам откроется вход в вечное царство. Вау, как сильно, а? И сегодня я хочу побудить каждого из нас просто через пару-тройку минут помолиться и просто попросить Бога покаяться где-то, сказать, Бог, мы хотим твои дела делать, а Бог будет устроять твои. Знаете, так интересно жить, так интереснее жить. Поэтому Иисус, он говорит в четвертом стихе, я прославил тебя на земле, совершил, делая, которое ты поручил мне исполнить. И, конечно же, хочу в завершение сказать апостола Павла слова. Это, ну, я не знаю, будем ли мы открывать или нет, просто поверьте мне на слово. Здесь написано четвертая глава, вторая Тимофею. Павел говорит, я, говорит, подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Апостол Павел такой же блаженный, когда мы читаем Павел в тюрьме, он пишет, радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь. Когда он говорит, я умею жить в скудости и в изобилии, я преизбыточествую. Когда он говорит и благодарит, спасибо вам, что вы послали мне и раз, и два на нужду, но я хочу, чтобы вы знали, что прибыль идет на вас в счет, потому что по большому счету я мог бы и прожить и в скудости. Для меня нет проблем, но если вы уж помогли мне, то тогда Бог благословит вас, знаете. Он не говорит, что я благословен, да, классно, спасибо, давайте еще, я благословен. Он говорит, вообще-то я научился жить в скудости и в изобилии, вообще-то я не ищу даяния, но я ищу умножающего плода в вашу пользу. Он говорит, если вы это сделали, то прибыль придет на вашу карточку. Если ты это сделал, если ты пожертвовал, если ты что-то сделал, церкви помог, принес. Знаешь, церковь и так проживет, но если ты это сделал, то Павел говорит, что тебе прибыль придет на твою карточку, лови эту прибыль. Тебе повысят зарплату, пенсию, я не знаю, там, если есть у кого. Просто ты получишь какую-то работу, тебе придет прибыль, и ты будешь свидетельствовать, если ты просто пожертвовал и сделал. Так говорит Павел, так говорит Слово Божье. И здесь он говорит, ребят, я, говорит, веру сохранил, течение совершил, а теперь ждет меня венец славы. Вот представите, такой блаженный, как Христос, такой спокойный, говорит, я прославил тебя на земле и, говорит, совершил дело, которое ты мне поручил исполнить. Аллилуйя. Знаешь, Павел такой же. Знаешь, и ты будь таким же. Знаешь, всех дел не переделаешь, но давайте сделаем Божье дело. Всех дел, у нас так много дел, что их не переделаешь. Оно одно за другим, одно за другим, за третьим, за четвертым. Но когда мы делаем Божье дело, то Бог восполняет нашу нужду, как наши нужды, как апостол Павел говорит. Ребят, спасибо вам, конечно, но знайте, что это вашу пользу будет. Это вашу пользу. Это никогда не проигрыш, когда ты жертвуешь, когда ты благословляешь, когда ты жертвуешь на Божье дело. Это в вашу пользу, апостол Павел говорит. Это в твою пользу. Жди прибыль на карточку, лови. Лови этой карточку прибыль. Ты будешь свидетельствовать, что тебе пришло на счет, это прибыль. Потому что если ты это совершаешь, то это будет в твою пользу. Скажи, в мою пользу. И знаете, вот этот момент, когда нам нужно понять. Я хотел бы сейчас попросить каждого из вас искренне помолиться вместе со мной. Но помолиться не ради меня, а Богу помолиться. Я не знаю, Бог слышит и видит твою нужду. Бог видит твое сердце, сомнения, страхи. Все он это видит. И не нужно скрывать. И знаешь, если ты запутался, скажи, да, Господь, ну, я теперь понял, что я родился. И я надеюсь, вы помните, где вы родились и когда. Но второй важный, важный день твоей жизни, когда ты поймешь, для чего ты родился. Как понял пророк Исаия, который пишет нам со своей книги. Как понял апостол Павел, как понял Петр, для чего он родился. Их жизнь полностью изменилась. И как понял Христос, он знал, для чего. Он не искушался какими-то земными богатствами, какими-то должностями. Его хотели сделать и царем, и кем только не хотели сделать. Но он знал, для чего он пришел на эту землю. Чтобы искупить нас, искупить погибших, искупить и исцелить больных. Он сам говорил, врач нужен не здоровому, а больному. И сегодня Господь касается твоего сердца. Я в Сибири, я проповедую здесь. Ты слушаешь в Лондоне, но Бог, Он рядом с тобой. Бог, Он в этих словах, Бог, Он в этом послании. Бог, Он хочет побудить тебя, чтобы кто-то вспомнил, для чего ты родился. А кто-то понял, зачем ты родился. И вместе помолимся. Давайте мы с вами согласимся, мы склоним свои сердца и будем молиться Иисусу. Дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, сегодня это время мы провели в слове и размышления над этим словом. Господь, я уверен, что каждый из нас мы помним, когда и где мы родились. Господь, но я также знаю и понимаю, что, возможно, кто-то забыл, для чего мы были рождены в Тебе. А кто-то даже и не знал. Просто жил, просто ходил в церковь, возможно, читал Библию. Но я знаю, что в этом нет успеха, в этом нет счастья. Сейчас я молю о помощи. Господь, посмотри на нас в милости своей, Господь, и прости нам наши грехи. Господь, сегодня мы молимся в осознании того, для чего мы родились. И как апостол Павел, как пророк Исаия, он говорил, что мы рождены для славы Твоей, чтобы прославлять Тебя на земле. Сегодня я молюсь об этом. Дай нам понимание каждому, чтобы нам прославить Тебя на земле живых. Здесь, не там, на небе, когда мы придем, но здесь, на этой земле, на этой британской земле, благословенной Тобою, которая слышала и видела много чудес, много проповедников, много великих людей. Эвена Робертса, других людей. Пастора Дмитрия Сорокина, Господь, и многих других служителей Твоих. Господь, дай и нам быть такими. Дай и нам быть с пониманием, ходить по этой земле и прославлять Тебя. И также я молюсь, чтобы каждый из нас, мы совершили то дело, которое Ты, Отец, приготовил для нас. То дело, которое Ты приготовил для нас, которое Ты поручил нам благовествовать, проповедовать, спасать людей, исцелять больных, возлагать руки, чтобы они исцелялись. Боже, идти, идти с этой радостной вещью, и тогда мы будем самыми счастливыми на планете Земля. Тогда мы будем самыми счастливыми в этом Соединенном Королевстве. Тогда, Господь, мы будем Твоими. Тогда, Господь, мы будем в Царстве Твоем. Господь, как Петр сказал, что совершайте это, таким образом откроется Вам. Таким образом откроется Вам вход в Вечное Царство. Тебе да будет слава, честь и хвала во веки и веки. И весь народ Божий скажет, Аминь. И все дети Божьи воскликнут. Если Ты можешь только кричать и воскликнуть, скажи, Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Братья и сестры, еще раз, еще раз благодарю Бога, обнимаю Вас. Очень сильно хочу лицом к лицу говорить с Вами, но пока не могу. Да поможет нам Господь приблизить тот день, когда мы встретимся с Вами, попьем чая английского, поговорим, пообщаемся. И Вы засвидетельствуйте о том, как Бог, Он что-то сделал в Вашей жизни. Да благословит Вас Господь и сохранит Вас. Да презрит Господь светлым лицом Своим и помилует Вас. Да обратит Господь лицо свое на Вас. Да обратит Господь лицо свое на Вас. И даст Вам мир, мир Божий Вам в сердце и в дом. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.